Всем привет! Прилетел я в Москву на свой семинар. Вчера ходили, нашли помещение. В принципе, за день все организовали. Очень понравился город. Классно здесь. Архитектура очень понравилась. Чем-то мне Париж напоминает. Ну и плюс здесь насыщенный трафик. Прикольно. Вон чувак какой-то йогой занимается. Жизнь, конечно же, здесь кипит. Это не Киев. За час с Киева долетел в Минск. Потом час пересадка. И с Минска час в Москву. В принципе, все просто. Завтра встретимся с ребятами. Пойдем на Тони Роббинса. Потом сразу же мой семинар. И потом, я думаю, возьму немного отдыха. Потому что сильно выматывает у меня такой ритм. Я вообще не вывожу и сигналы, и видео, и встречи организовываю. И пока вот на первых порах всем занимаемся как бы сами. Потому что очень много косяков. Первый раз я в этом деле. В будущем, конечно же, будем путешествовать. И в Питер будем заезжать. И будем путешествовать по России. И по Украине. Сейчас я как бы делаю это все бесплатно. Ну, не то чтобы бесплатно. В минус, конечно же, иду. Ну, просто вот мне интересно общение с людьми. Интересна вот эта вот ценность. Интересна польза, которую я могу давать людям. Может, я еще вам что-то интересное поснимаю. Потому что времени как бы на погулять нет. Очень много времени занимает подготовка. Плюс семинар Тони Роббинса. Который, как нам сказали, уже будет идти целый день. Посмотрим. Вот, конечно же, самое популярное место кутуристов. Это секция стеклянного пола. Стекло лазерем надежное, бронированное. Мы держим ударную силу аж 3 тонны на квадратный метр. Поэтому смело можно пройтись. Но при этом толщина света, на самом деле, небольшая. Составляет всего-навсего 8 миллиметров. Вступи одной, одной сначала. Автоматическая соль. Но оно настолько неудобно. Лучше бы я не поленился и покрутил лишний раз. Сидим в парке Горького. Говядина в Веллингтон. Смотрите, какие куски мяса. Очень вкусная тема. А это тортилья. Здесь хамон, сыр. Вкусно, да? Овощи гриль, домашний тархун, мохито с клубникой. Кукуруза горящий. А это что такое? Кукуруза горящий. Какой-то фрукт непонятный. Да, наш чемпион! Так, зашли в Блэк Стар Бургер. Блин, подача меня просто вообще удивила. К бургеру самому большому. Мне дали вот такие вот перчатки. Не будешь рекламу Тимати делать. Да, я говорил, что я не буду делать рекламу Тимати. Вон красавчик, да? Но здесь реально атмосфера крутая. Так вот, смотрите. Вот здесь нам готовят классический бургер. И часть приготовления вот здесь за столиком. Блин, прикольно. Здесь пушка. Итак, сегодня 1 сентября. Кто-то в школу, а кто-то на Тони Роббинса. Поздравляю всех своих школьников, которые меня смотрят с 1 сентября. Или это не праздник, не знаю. Договорился о встрече с подписчиками на 9 утра в ресторане. Потом будем собираться и идти на Тони Роббинса. Завтра, 2 сентября, сразу же мой семинар. Так шикарно в Москве! С утречка свежо. Вот такие вот насыщенные выходные. Вчера, кстати, были возле Москвы-Сити. Я хотел вам поснимать с дрона. Но здесь поснимать с дрона нельзя. Глушат сигнал, и дрон абсолютно неуправляемый. Не об этом говорили, но я решил проверить. Запустил дрон, и он у меня начал улетать в другую сторону. Сначала чуть в реку не сел, потом чуть в здание не врезался. Я еле его посадил. На Красной площади, сказали, будет то же самое. Попробую поснимать еще для вас в парке, если получится. Очень жестко, конечно же. Я так испугался. Чуть второй раз не потерял дрон. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Итак, подписчики потихонечку подтягиваются. Заказываем еду, потому что нам целый день. Не знаем, или будет перерыв. Обещал подписчикам скидку и забыл ее. Сейчас буду снимать деньги. Кстати, видите, снимаю Яндекс.Денег. Очень удобно. Взял в Россию карту Яндекс.Деньги, а не e-payments. Карта здесь привязывается к счету. А на e-payments нужно отдельно переводить деньги на карту. Отлично, по тысяче. Смотрите, сколько много людей. Места у нас у всех разные, ничего здесь непонятно. Ксения Росс. Здесь отдельно нужно регистрироваться, отдельно брать билет, отдельно брать перевод. Короче, я думаю, лучше подождать, пока все люди рассосутся и зайти уже в конце. Короче, очень жестко здесь организация просто ужасная. Батареек нет, билеты вообще не подходят людям. Пришли разные билеты, очень жестко. Билеты должны быть что-то там на 10 цифр, пришли на 6 цифр. Не могут отсканировать, отправляют людей обратно. Вот такие вот ленточки нам дают. Ну, а эти ленточки не подходят. Короче, Тони Робинс не хотел ехать в Россию, потому что говорит, что очень ужасная организация. И вот оно так и получилось. На 3 часа уже все задержали. Разобрались со всеми проблемами. Осталась одна проблема, купить батарейки. Ну, найти где-то батарейки. Это очень тупо, что вот дают нам такие переводы, а батареек не дают. И нам нужно вот, видите, без батареек, где-то искать батарейки. Ксюша сходила в супермаркет, скупила там все батарейки по 50 рублей. И здесь толкает по 100. Ксюша, покажи, сколько заработала. На батарейках. А сколько купила? За несколько минут. Все, купим батарейки. 200 рублей батарейки. Купил за 40, продаю за 200. И сделали соревнование. Кто подороже продаст? Ксюша продает по 100. Я уже смог по 200. Попробую, смогу ли я продать за 500 рублей. Продаем батарейки, 200 рублей. Продаем батарейки. 200 рублей. Уважаемый гость. За сколько продал? Я продал союзник. А, за сколько пару? За 200 рублей пара. Представляете, какая здесь фишка? Волонтеры, которые должны людям помогать, рассказывать, давать эти батарейки. Они просто мутят себе батарейки, а потом ходят их продают по 500 рублей. Когда вот к нам только что подошла девочка, говорит, почем продаете батарейки? Мы говорим, по 500. Она говорит, блядь, там мои уже все продали. Она с этим бейджиком волонтера. Ага. Вот как здесь все работает. Вот почему все у нас через жопу. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, 2, 3. 1, 2, 3, victory, go! 2, 3, victory! 1, 2, 3, victory, go! Это то пространство, где легче всего выйти на мировой рынок. Потому что вы будете общаться с людьми из огромного количества стран. Это будет расширять ваш кругозор. Это будет самый легкий путь в мировую экономику. Я вас уверяю, этот мир нуждается в нас, в россиянах. Вы не представляете, какое огромное количество совместных бизнес-проектов международных там начинается. Но самое главное даже не это. Это пространство, где будет новая версия меня. Я четко знаю, что я совсем другая. Не та, что была год назад. И когда он меня обнял, я шепнула ему на ухо. Я сказала, Тони, я буду с тобой выступать на одной сцене. А он посмотрел на меня. А он вот так же вот примерно посмотрел на меня. Чмокнул в макушку. И мы разъехались по этому миру. Я стала искать, кто меня впустит на эту сцену. И почти все мне сказали, что это нереально. И это действительно нереально. Я даже имею голосовое сообщение одного из больших боссов-организаторов этого. К сожалению, это невозможно. Так вот, вы знаете, что? Невозможное возможно! Только что закончился семинар. Вот, люди уже выходят. Что я вам скажу? Информация классная. Тони, как обычно, прокачал. Но организация просто ужасная. Настолько хреновая организация я еще не видел. Мы не попали на свои места. На эти места было три билета. И мы, короче, сидели на проходе, на ступеньках. Ну и, может, не так было круче, как на бизнес-мастере в Роттердаме. Потому что там было всего лишь 1800 человек. И как бы вот эта вот близость, вот эта вот атмосфера намного больше чувствовалась. А здесь было аж 26 тысяч человек. Короче, организаторы полные мудаки. И все говорят, что ничего не меняется. Как была плохая организация, так плохая организация и осталась. И Тони тоже чувствует за это ответственность. И как бы тоже не хочет подводить людей. В принципе, ребятам понравилось. Где они? Я их потерял уже. А, вот они. Все ребята первый раз. Ну, ажи, хочу сказать, что реально поменяло меня очень сильно. Это серьезно. Без всяких преувеличений. И спасибо тебе, Тарас, с твоей подачей. Я здесь. Короче, друзья, прокачивайте себя. Посещайте подобные тренинги. Прокачивайтесь. Все у вас будет. Что? Это круто на то. Не окружение, а состояние, эмоции. Все классно. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok